Всем привет, с вами Андронет. На данный момент я пользуюсь последним айфоном. И давайте представим такую ситуацию, что у меня его украли, или я его потерял, а я нахожусь в другом городе. То есть самое главное, я остался без связи и без денег, так как все деньги у меня на карте, а карта вбита в смартфон. Но допустим, благо на руках у меня осталось 15 тысяч рублей налички. Я решаю купить бюджетный временный смартфон и оставить немного денег на основные нужды. В торопях решаю купить новый бюджетник от Самсунга за 11 тысяч рублей, Samsung Galaxy A03, и начинаю им пользоваться. И как раз в этом видео я расскажу и покажу вам, как это могло быть и с какими проблемами и нюансами я бы столкнулся. Поехали! Так, ну что, первым делом я, конечно же, вставляю сим-карту. Достаю скрепкой лоток и вижу то, что он не комбинированный. То есть при желании я мог бы вставить и две симки, и флешку. Потом думаю, дай-ка зарегистрирую свой отпечаток пальца, чтобы защитить свои данные и не вводить постоянно пароль. И в миг же понимаю то, что датчика разблокировки по отпечатку пальца здесь нет. Неприятненько. Зато есть разблокировка по лицу. Но в таких смартфонах это не самое лучшее решение. Это вам не Face ID, как на айфоне. Тут смартфон и по вашей фотографии разблокироваться сможет. Короче говоря, в плане защиты у меня стоит только графический ключ. Дальше я замечаю то, что у смартфона полно всяких навязанных приложений, которые мне вот вообще не нужны. Благо, которые можно спокойно удалить, ну или просто убрать с главного рабочего стола. Что, впрочем, я и сделал. Потом я начал скачивать все нужные для меня приложения. То есть банковские приложения, различные социальные сети и мессенджеры, Авито, чтобы высматривать какую-нибудь интересную БУ-технику для видосов. Ну и для развлечения скачал Ютуб, ТикТок и несколько игрушек. Благо, памяти в 64 гигабайта мне хватило. Свободного места осталось приблизительно 50%. Хорошо, я не купил версию на 32 гигабайта. Там бы смартфон был бы забит на все 100. А вот как я начал созваниваться со своими родными и близкими, что я сразу заметил, так это то, что собеседников я слышу довольно тихо. Особенно в людных или просто громких местах. Периодически приходилось переспрашивать, что мне сказали. А моя девушка вообще сказала, не звони мне больше. Шучу. Просто пожаловалась на то, что меня плохо слышно. На то, что у меня что-то шумит. И часто переспрашивала меня, что я сказал. Короче говоря, микрофон здесь, как и разговорный динамик, говно. И кстати говоря, все же смартфон для меня слишком большой. Лично я лопаты не люблю. Как раз именно поэтому я и купил себе iPhone 13 Pro, а не Pro Max. Но кто любит смартфон и экран побольше, Samsung Galaxy A03 вам отлично подойдет. И кстати, чтобы вытащить верхнюю шторку, не обязательно тянуться прям до самого верха. Свайпнуть вниз можно и посередине экрана. Просто я сам сразу до этого не допер, но как чисто случайно об этом узнал, жизнь мне это немного облегчила. А вот насчет экрана, он сам по себе четкий. Но если присматриваться, видны пиксели. Поэтому лучше не присматриваться. Так, а давайте-ка мы с вами поменяем обои рабочего стола. Хм, что-то стандартное мне не особо нравится. Поставлю-ка свои. Вот, так-то лучше. Также сделаю темную тему и поменяю цвет клавиатуры. Ну вот, теперь смартфон на человека стал похож. Ну в смысле на смартфон. Вообще, когда я купил Samsung Galaxy A03, первым делом я делал не вот это вот все, что уже перечислил, а начал смотреть на камеру. Да не в прямом смысле. Начал смотреть на то, как она делает фотографии. И что на тыльную камеру получается какое-то мыльное говно, что на фронталку. Ну, если с фотками здесь такая беда, то с видео ситуация обстоит здесь не лучше. Забудьте про стабилизацию, про классное качество, классный звук. На фронталку звук вообще с задержкой от изображения записывается. Можете оценить качество. А если вы хотите вести свой инстаграм и записывать сторисы, то лучше этого не делать. Потому что к такому шикарному качеству люди еще не готовы. Ладно, закроем вопрос с камерой. На неделю я про нее просто забыл. А если и нужно было сфоткаться или снять какое-то видео, я просил сделать это свою девушку, у которой айфон. Правда, тут есть одна маленькая запара. Это постоянно просить девушку перекидывать эти фотки или видео. И не аирдропом за 2 секунды, как это можно было сделать с айфона на айфон, а путем скидывания фоток с видео в телеграме файлом. Но в плане обычной работы смартфон показывает себя нормально. То есть посмотреть тикток или ютуб без проблем. Посидеть в инстаграме как потребитель контента тоже без проблем. Зайти вконтакте или другие мессенджеры, отгадайте что? Правильно, без проблем. Без проблем подразумевают то, что лагов и глюков особо незаметно. Но все же есть три нюанса. Первое. Скроллинг страниц слишком резкий и слегка подтормаживающий. Второе. Звук у смартфона, как у китайской дешманской колонки. Поэтому для прослушивания музыки и просмотр каких-то видео он не особо приятен. Хотя можно вставить проводные наушники в 3,5 миллиметровый разъем. Благо он здесь присутствует. Ну и в принципе без проблем можно подключить свои беспроводные наушники AirPods. Ну если я смог подключить AirPods, то думаю и другие беспроводные наушники также здесь спокойно можно подключить. Никаких проблем здесь с этим не возникнет. Ну и третье. Клавиатура здесь не особо удобная. Во-первых, я не понимаю, почему когда я печатаю, у нее такой громкий звук щелчков. Даже учитывая то, что системные звуки смартфона я поставил на минимум. По видео вы вряд ли поймете о чем я говорю. Но поверьте на слово. Щелчки реально громкие. Особенно напрягает это, когда сидишь в тишине. Ну и я попробовал сменить стандартную клавиатуру от Samsung на гугловскую Gboard. Но громкость звука щелчков все равно осталась прежней. И поэтому я их просто-напросто убрал. Во-вторых, ну вот просто я как будто попадаю не по тем буквам и символам, которые хочу нажать. Очень часто делаю ошибки. Особенно если печатать очень быстро. В настройках попробовал уменьшить клавиатуру. Вроде помогло, но не сильно. Скорее всего, дело в дешманском сенсоре. В-третьих, не стоит исправления ошибок по стандарту. T9 пришлось включать самостоятельно. Ну и в конце концов, в четвертых, когда я хочу что-то удалить путем зажатия бэкспейса. Удаление происходит слишком резко. Не успеваешь остановиться в нужный момент. И приходится по новой печатать то, что уже было написано. А, ну хотя здесь можно вернуть написанное путем нажатия этой кнопки. Но проблему быстрого удаления текста это все равно не решает. Ну все, клавиатуру обосрал, можно идти дальше. На самом деле, самое обидное было остаться без NFC. Абсолютно везде я привык расплачиваться за покупки с помощью смартфона. Но здесь же я лишился данного удобства, так как NFC здесь отсутствует. И вообще, когда я писал сценарий к данному видео, а писал я его как раз в данном смартфоне, в стандартных заметках от Самсунга, я столкнулся с тем, что цифры, которые я ставлю в начале, не меняются автоматически. Ну как это бывает на айфоне. Ну, неудобный момент. Зато, в отличие от айфона, здесь очень удобный стандартный калькулятор. Есть история, в которой сохраняются все подсчеты. Есть конвертация единиц, где можно рассчитать площадь, длину, температуру, объем, массу, данные, скорость и время. В школе бы мне это ой как пригодилось. Кстати говоря, что тут насчет игрушек. На смартфоне я в них, правда, особо не играю. Для игр у меня есть другие платформы. Но при желании, на низких средних настройках, в игры на данном Самсунге можно спокойно поиграть. Изредка бывают подтормаживания в некоторых моментах, но не особо критично. Даже радует то, что при игровых нагрузках смартфон сильно не греется. А вот что радовало меня больше всего на протяжении всего эксперимента, так это отличная автономность данного смартфона. У аккумулятора аж целых 5000 мА. Это приблизительно в полтора раза, а то и больше, чем на моем айфоне, за который я отвалил в 10 раз больше денег, чем за Samsung Galaxy A03. Да, автономность-то хорошая, но здесь тоже есть свои нюансы. Ну, начнем с того, что у смартфона микро-USB разъем, даже не Type-C. Ну, это ладно, пережить можно. А вот почему в комплект положили настолько короткий зарядный провод, непонятно. Когда сидишь в смартфоне на зарядке, приходится прям тянуться к нему, очень неудобно. Да еще вдобавок, почему-то он периодически слетает с зарядки. То есть штекер в разъеме держится не очень крепко. Ну, и с практически 8-ваттным зарядным блоком питания, смартфон до 100% заряжается довольно долго. Из последних негативных моментов, которые я заметил, это то, что смартфон неводонепроницаемый. С ним нужно быть аккуратнее. К примеру, если вы с ним лежите в ванной, ну, или идете с ним под проливным дождем. Ну, и также напрягает то, что у экрана смартфона отсутствует олеофобное покрытие. И из-за этого дисплей постоянно заляпанный. Я довольно часто его протираю. И даже после протирки он все равно весь с разводами. Ну, и под конец эксперимента скажу, что использовал я данный смартфон как навигатор, с чем он отлично справлялся, ну, и как Wi-Fi роутер. То есть, практически на всю свою технику интернет раздавал я именно с него. С этим тоже никаких проблем не возникало. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, просто под конец видоса уже обычно смотрит малое количество людей, и смысла что-то рассказывать уже нет. Я и так уже все показал в своем эксперименте. Просто, если вам понравилось данное видео, оцените его лайком, подписывайтесь на канал. Ну, и всем удачи, и пока. Еще обязательно увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok